Слава Отцу, и Сын Господу, и Господь, и Сын Господу, и Сын Господу! Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Великие святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст это великий дар Божий Церкви Христовой. Невзорая на то, что между нами и их жизнью лежит очень много столетий изменений разных и политических, и социальных, и геополитических. Люди во многом изменились, но пока будет жить этот мир, именно их вера для всех православных христиан будет образцом православной веры. Именно их жизнь будет образцом для жизни каждого человека, кто устремляется к жизни вечной. Благодаря их великим дарованиям, которыми наградили их Бог обильно, они изучили всю мудрость того времени. И тем не менее, все эти таланты, они сложили у ног трепостатскому Богу. Они сложили те письмена духовной мудрости, которыми и мы с вами сейчас питаемся. Если хочем узнать, как понимать то и иное Писание священное, мы, конечно же, взираем на их труды, на труды Василия Великого и Иоанна Златоустова, приория Богослова. Если мы пытаемся проникнуть своим маленьким ограниченным умом, что такое трепостатный Бог, мы, конечно же, прежде всего открываем их труды для того, чтобы понять, насколько нам Господь откроет эту великую тайну нашего спасения. Если мы хотим помолиться в Духе Божьем, то, конечно, открываем молитвословия и молимся их словами. Они позволили своей чистотой жизни проникнуть в Духу Божьему. Вот эта человеческая мудрость преобразовалась в мудрость Божественную. Это пример каждому человеку, как нужно относиться к тем дарованиям, которыми Господь одаряет каждого человека. это, по сути, не наше. Это тот дар, который должен послужить спасению бесспертной души, не соблазну других людей, которые живут вокруг нас. А если еще получится, чтобы, взирая на нашу веру и на нашу жизнь, люди полюбили Бога, полюбили Церковь Христову, и ничто земное в этом мире не должно стать препятствием этому нашему шествию, нашему преображению, нашему воссозданию в жизнь вечную. Вся жизнь этих великих святителей это как раз и образец, и указание нам, и помощь их молитв, чтобы и мы, неразновенно, боролись за свое спасение. Жизнь действительно очень сложная у каждого православного человека, который хочет спастись. Те святые, которым мы молимся и просим у них помощи, они прошли ту же земную жизнь, и подчас намного сложнее, чем нам. И тем не менее, они не отреклись от своей веры, от своих убеждений, не отреклись от Бога, но все, что Господь посылает или попускает, служило для того, чтобы утончить все естественно человеческое. В этом как раз и есть задача каждого человека, чтобы и мы жили Евангелем Христовым, жили самим Христом, и Христос тогда будет жить нашей жизнью. И тогда все то, что нам кажется очень сложным и непонятным, и подчас, по-человечески кажется тупиковым, оно в мгновение, тихо, станет проникновенным, тонким указанием и, самое главное, наполнением нас Духом Христовым, тем Духом, Которым мы и желаем обогатиться, приобрести, потому что только если мы обретем Духа Божия здесь, то, конечно же, и на бытии мы будем изобилие наполнены теми великими дарованиями, которые и называются райской жизнью, жизнью бесконечной блаженной жизни. Продолжение следует...